Шагами неосторожными, иду наперекор своей судьбе. Наперекор судьбе Игорь идет всю жизнь. Несмотря на то, что у мальчика детский церебральный паралич, он отлично держится на сцене и своей харизмой заводит весь зал. Игорь мечтает быть похожим на своего кумира Виктора Цоя. Говорит, к своей цели нужно идти, несмотря на трудности, уготовленные жизнью. Нужно идти к своей цели, несмотря ни на что. И несмотря на то, что тебе будут говорить другие. Если у тебя есть цель, ты должен к нему стремиться, ты должен к ней идти. И радоваться тому, что у тебя уже есть. У меня все для этого есть, я буду идти к своей цели. Сегодня в школе обучаются 56 детей. Для своих гостей они приготовили концерт, которым доказали, невозможное возможно. В программе песни и даже выступления музыкального ансамбля школы. Надо привести наших некоторых, как мы их называем, чиновников, а может быть, тех, предпринимателей. Мы их называем нытиками, которые начинают ныть, что у них вот сложно. А им там сложно, и там сложно, и там сложно. Вот прийти сюда и почитать этот девиз и сказать, а как бывает, людям еще сложнее. Гости, представители городских властей, подарили ученикам новый компьютер. Он поможет в учебе. В школе говорят, подарок актуальный, несмотря на то, что школа обеспечена на все 100%. Наши дети сегодня окружены заботой, потому что вы видите, что очень много было сделано и госадминистрация, и поддержка президента. Это и технологическое оборудование, которое получило учреждение, и замена окон. Мы не можем сказать, что нам чего-то не хватает. У нас есть все. Естественно, с учетом физических особенностей данных детей, требуется им и транспорт. Сегодня обеспечено учреждение транспортом. Ну и вы видите, что специализированная мебель, а также зал для лечебной физкультуры, который тоже сегодня оборудованный, и мы надеемся, что помогает детям быть в той достаточно нормальной форме физической, в которой они находятся. Сегодня в коррекционной школе учатся не только дети из Террасполя. Учреждение охватывает также Слободзейский и Григориопольские районы.